Здравствуйте, уважаемые винокуры! С вами я, Дмитрий Лафетников, ведущий информационного канала производственной компании Добрый Жар, крупнейшего производителя в России товаров для домашнего самогоноварения, пивоварения и виноделия. А поэтому практически все, что я буду использовать в этом ролике, приборы, оборудование, ингредиенты, вы можете приобрести на нашем официальном сайте, перейдя вот по этой ссылке, также она будет внизу в описании. В этом коротком ролике я вам расскажу, как можно закрасить самогон, вернее чем можно закрасить самогон, а точнее джин. Джин в нашем понимании тоже может быть самогоном, потому что его сделал я. Помните, недавно я вам показывал два рецепта новогоднего джина, если не помните, то ссылка будет внизу в описании. Так вот, джин по первому рецепту, который на греймфрукте с можжевельником, получился, но очень удачно. Вот того джина уже нет, хотя только неделя прошла, по сути даже не прошла сегодня, шесть дней кажется. Ну не дожил этот джин, вернее тот до нового года. Я даже, честно, не припомню случая, ну за последнее время, где-то года три, чтобы вот напиток сразу после перегонки так быстро расходился. Знаете, у меня сейчас все избалованные предпочитают выдержанные напитки от года и более, а тут прямо испарился. Пользуясь случаем, передаю благодарность автору этого рецепта. Одна бутылка этого джина даже успела доехать до Абхазии и там закончила свой путь. Ну ладно, это немножко улегся. Смотрите, пришлось мне быстро мобилизоваться и приготовить еще такого чудесного джина. На этот раз уже пять литров, ведь новый год не за горами. Но пока джин готовился, я подумал, почему бы как бы немножко не закрасить свой джин, самогон? Зачем вообще закрашивают самогон? Да в принципе, просто для того, чтобы разнообразить свой праздничный стол. Интересно же, когда не просто белые бутылки стоят, а чтобы были красные, там, синие, зеленые тона, согласитесь? Иногда закрашивание напитка получается как бы само собой. Например, при приготовлении настоек. На вишне, например, на малине, на клубнике. Иногда закрашивают специально, например, жженым сахаром, чтобы получить цвет коньяка. Иногда закрашивают для того, чтобы скрыть помутнение самогона. Допустим, разбавили водой, а он немножко помутнел. Взяли, закрасили, опять же, тем же самым жженым сахаром или там перегородками грецкого ореха. Уже приятнее смотреть. А кто-то, наоборот, закрашивает самогон, белый самогон, например, сухим молоком, чтобы он специально помутнел. Ну, считается, что как бы настоящий самогон должен быть вот таким мутным, как пьют в бессмертном фильме «Свадьба малиновки». Хотя, мы-то с вами знаем, что это первый признак того, что самогон приготовлен с нарушением технологии. Но, с другой стороны, если мы знаем, что наш самогон самый лучший и просто замечательный, то почему бы не придать ему такого колорита? Сделать оригинальный подарок кому-то, такую красивую бутылку с таким мутным самогоном, почему бы нет? Ну, поприкалываться опять же. Смотрите, так как у меня джин, я решил закрасить его в синий цвет, ну, и заодно в зеленый. Значит, закрашивать джин синим цветом среди домашних винокуров довольно-таки распространено. Хотя, все прекрасно знают, что оригинальный джин, на который вот пытаются пародировать, когда закрашивают джин в синий цвет, это джин «Бомбей сапфир». Он сам прозрачный, его просто подают в синих бутылках. Ну, где мы с вами будем искать синюю бутылку? Согласитесь, нам проще закрасить сам джин, если же, конечно, у нас дома есть анчан. Его еще называют тайский чай. Вот именно им я и закрасил свой джин. Это вот такой вот, смотрите, на экране у вас синий цветок. Его нужно от всего буквально ничего. Вот на всю эту банку у меня вышло, знаете, одна неполная чайная ложка. Весы даже одного грамма не показали. Представляете? Без верха чайная ложка закрасила 5 литров, и то так насыщенно. И если я ее так вот оставлю, не отфильтрую сейчас, то она станет еще более насыщенной, станет такой вообще синим. Ну, не совсем мне нравится, поэтому после того, как я закончу с вами разговаривать, я отфильтрую все-таки эту настойку. Мне уже вполне достаточно. Причем очень важно, анчан не меняет вкус напитка. Вот он цвет меняет, а вкус нет. Согласитесь, это тоже принципиально важно. Ну, по крайней мере, знаете, вот такие количества, как я вношу для окрашивания, не меняет. Может, не знаю, если всю эту вот миску положить на литр, может что-то поменяет, но я не пробовал, правда. В общем, вы смотрите сами, какая насыщенность цветом вас устраивает, вот после этого фильтруете. Может, любите вообще, чтобы был синий-синий такой и синий-темный, ну, почему бы нет. То есть, вот суть вот этого окрашивания, вы пьете тот же самый напиток, какой был по вкусу и по запаху, все то, а вот цвет совсем другой. Ну, интересно же. Вот здесь, вот здесь я пытался, знаете, окрасить джин в зеленый цвет. Ну, конечно, я не помню, чтобы был зеленый джин, ну, может, какой-то там эксклюзивный сорт есть, но я лично хотел просто, знаете, ну, новогоднюю тематику дома сделать, чтобы был напиток, зеленый свет, как елка, ну, понимаете ход моих мыслей. Для этого я использовал тархун, вот эстрагон, вот у меня тархун, но, опять же, я использовал на 1 литр неполную чайную ложку. Опять же, весы грамма не показали, но я просто переживал, потому что тархун-то точно меняет вкус напитка. Думал, если переборщу, то изменится вкус, мне это не нужно было. Но, с другой стороны, если, видите, тархуна было побольше, может, вкус бы был зеленый, а так он, видите, такой изумрудный, такой, не скажу, что зеленый, ну, так для разнообразия может быть. Ну, как бы я это чисто сделал на пробу, мне больше вот это понравилось. Смотрите сами, может, вам понравится. Пусть будет как есть, значит. Вот смотрите, вот такие вот оригинальные напитки, даже если внутри у вас будет не джин, а просто хороший, качественный сахарный самогон, гарантированно привлекут внимание за праздничным столом, и не только новогодним. Вот попробуйте, удивите, порадуйте себя, в своих гостей, создайте оригинальную атмосферу праздника в деталях, даже таких маленьких, как цвет напитка. У меня все, нажимайте на большой палец вверх, подписывайтесь на канал, не забудьте нажать колокольчик, у нас еще есть много интересных идей и рецептов. С вами был я, Дмитрий Лафетников, и производственная компания Добрый Жар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова